Дарк Сол 2 Дарк Сол 2 Дарк Сол 2 Давайте купим тогда большие осколки. Быстренько. Ну, это надо сделать в любом случае. У нее ничего не осталось. Все, можно ее убить. Давайте мы убьем ее. Ладно. Мы не будем ее убивать. Я просто впал в ярость. На доле секунды я перестал себя контролировать. Мы сейчас пойдем сюда. Обломок нам дает этот мой Ковенант. Поэтому придется пока в нем походить. Я хотел уже сменить его. Потому что из-за пинга, да, ПВП это не мое. И в первую очередь я показываю, как пройти игру, а не ПВП. Ну, а мы пока оставим. Вот тогда я колечко одену. Мы оставим, потому что мне нужно фармить камни. Все-таки в этом Ковенанте я вступлю. Знаете, какой Ковенант? Ковенант солнца. Лучший Ковенант для меня. Пинг не пинг, без разницы. Иди, помогай людям. Я с этим в нем тоже раньше был. Мне нравится Ковенант. На последнем уровне там дают одно из самых сильных заклинаний в игре. Это просто жесть. Знаете, когда я увидел это заклинание, я захотел заплакать. Я просто начал плакать. И пищать. Короче, ладно. Так. Ты у нас продаешь Большой Осколок. Большой Осколок. Большой Осколок. Все, покупаем Большой Осколок. Кстати, на этой локации очень часто на меня нападают другие духи. Это норма. Вот, наша рука и поножи. Давайте начнем мы с поножей. О, бомбок титанита. Как раз один остался. Опа. И теперь рукавичку. Так. Все. И у нас еще осталось, да? Ну, тогда будем прокачивать мы еще оружие. Я уже говорил, да? Что у нас еще один будет клинок. Мы не можем прокачать его, да? Где вообще я? А, вот. Мы не можем. Да, Осколок нужен. А, Осколок она продает. Ну, ладно. Тогда она потом оставим. Все равно это нужно будет ближе к концу игру, чтобы я мог зачаровать на молнии. Я хочу именно молнии. Вот, кто не знает, да? Что в этой игре меньше всего иммунитет у всех. У героев, у боссов именно к молниям. Конечно же, есть такие отдельные сеты, которые наоборот. Максимальный иммунитет идет к молниям. Но это редкость. Поэтому лучшая стихия молнии и боссы абсолютно все практишки иммунитета. У них страдает иммунитет к молниям. По-моему, кроме Гарпии. Там, по-моему, им срать на молнии, ну, это уже не важно. Все, а мы направляемся куда? Так, я поставил вот огонь, потому что в Железной Цитадели, да, я не ставил, да? Там у многих был хороший иммунитет к огню. Мы идем проходить эту локацию. Вот. Бухта Брейдстон-Бич. Нам нужно полностью ее зачистить. Абсолютно полностью, запомните. И убить паука. Паук нам тоже даст кое-что полезное. Он откроет... Нет, не этого паука. И даже не этого. Он откроет нам... Блин, дверь. Заклинание огня не тратить. Все. И делаем зачистку. Надо все зачистить обязательно. Наверху еще будет один полый маг. Из них, кстати, по-моему, тоже полезности постоянно выпадают. По-моему, из них может выпадать камень простоты... По-моему, из них выпадает... Возможно, он где-то наверху уже. В нашем случае, да, потому что преимущество на его стороне из-за пинга. Можно, в принципе, где-нибудь побегать и подождать. То есть, заметьте, самая главная задача, да, не допустить, чтобы он вошел в этот проход. Если он войдет, то все, меня просто выкинет и... Вот. Это хорошо. Здорово, братюня. Привет, братюня. Братюня, ну привет же, я с тобой здоровый. Что же со мной так? Так, хорошо, пускай он пока идет, мы смотрим за проходом. Так вот, задача наша, да, чтобы враг не подошел к проходу. Если он зайдет, то все, мы уже сразу вылетим, я уже сказал это. Что, наверху? Кстати, не забывайте, что есть заклинание хамелеон, да, которое позволяет превращаться в разные объекты. У меня тоже такое было, я, к сожалению, не записал. Тоже пришел сюда, именно в эту локацию пришел. А здесь, короче, где-то сундук стоял. Не сундук, а бочки стояли, прикиньте, да. А я, честно, не обратил внимания, бегаю, такой ищу, где он, где он. Прямо здесь это было. А он такой, берется со спины и меня нагибает. Но он не убил меня с одного прокаста, потому что у нас хорошая броня и хп. Но все равно, да, я вообще не ожидал. Так. Кстати, еще хорошо прыгать в дырки. Ооо, какие тут проблемы у нас. Так, я же ничего не понял, где кто. Вау, братюня, братюня. И что? Ну и что, убьешь? Ну, убей меня. Все, убил. Ха-ха-ха. Веселуха, веселуха. Что ты рукой машешь? Я вот с одного удара его просто разрубил пополам. Кстати, какой-то еще был фантом. Я что-то, видимо, не понял. Но это наш фантом точно. Скорее всего, фантом был еще за сторону этого врага, хозяина мира, которого мы убивали. Не, ну прикольно получилось, конечно. Вот видите, преимущество, конечно же, есть у такого легкого оружия, как у него, да, видели? Эээ, что это за место? А, ой, изделяюсь, извините, пожалуйста. Когда он меня поймал, он долго-долго меня бил. Видели? Я просто не мог, да, вылезти. Такое тоже бывает, конечно же. Вот в этом есть преимущество маленького оружия. То, что оно быстрое такое, не отпускает. Ты должна сгнить. О-о-о! О-о-о! Вот не люблю это заклинание. Видели? Там еще у него заклинание есть, которое стреляет быстро шариками. Это заклинание волшебства. То есть его тоже можно выучить. Но он такое, средненькое. Блин, я не могу попасть в него просто, видите, из-за того, что помещение узкое. Ну, неважно. Очень хорошо сходили. Мне понравилось. Очень понравилось. Прикольно было. Потом еще в конце взорвалась бочка. Ба-бах. Такой эпичный конец. Запомните, чтобы любое видео было эпичным, там должен быть взрыв. Вот, кстати, да. Я хотел специально показать, как можно убивать этих магов. Мы будем их убивать с помощью лука. Да, чтобы я не бегал, не мучился. Кстати, не забывайте, что эта рука, она весит 0 килограмм. Поэтому убирать ее смысла нет. Так, интересно, с луком у меня будет перевес, да? Вот, мы уже нашли офигенный лук. Смотрите. Да, я помню, я находил такой. Сразу же родная молния. То есть мы можем зачаровать на молнию. Да еще, у него будет примерно молния 75. Очень хороший лук. Очень хороший лук. Очень, 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 очень хороший лук. У нас еще есть большой лук, но он такой медленный. Ну, потом попробуем, безусловно. И давайте попробуем все-таки убить с лука, потому что мне уже надоели эти маги. Вот реально, вот в этой локации сам больше всего бесит эти маги. Потому что ты не можешь спокойно ходить, как человек. Тебя гнобят всю жизнь просто. Ну, ладно. Не то, что прям супер, у меня 100 стрел, видите, отравление. Давай. Раз. Два. Ладно, я отхиллюсь даже. Главное, ты сдохни, давай, давай. Не попало, да? Все, пошел. Видите, я говорю, в основном нужно 4 стрелы, чтобы я заработал. Или 4 удара. Еще потом будет одна локация, да? Там такие же шарики наводящиеся. Тоже такой геморрой. Успею? Успею. Ну, профессионал. По идее, он стух. Правильно все, он стух. Вот так вот все его сделать, да? И потом абсолютно спокойно, вообще, не напрягаясь ни секунды, защищать всю локацию. Сначала мы зачистим эту сторону, потом перейдем на другую. Так, здесь можно слезть. Нет, здесь нельзя слезть. Вот сюда вот прыгать лучше не надо. Там цепучие пески. Все, здесь побегут паучки. Там цепучие пески, и вы по-любому сдохнете. Видите, лучше бить так. Когда вот они вылазят, они вас здесь бить не будут. Все, что ли? Да, не густо. Три тараканчика. Туда лучше всего залезать, например, отсюда вот, когда вы... Так, здесь никого нету. Когда вы вот сверху по веревке катитесь, потом здесь по кону спускаетесь, там... Скорее всего, там осколок фляги. Я его точно не помню. По-моему, да, там он тоже может быть. Проверьте. Здесь у нас песущие пески. Цепущие. Все, здесь у нас больше ничего нету. На этом оказывается. Здесь у нас птичка. Голубок. А, там еще есть проходик один, который многие, кстати, не знают. Во-первых, тут у нас птичка невеличка, да? Ну, она сейчас нам не нужна. Мы просто говорим ей привет, бейба. Вот. Многие забывают сюда заглянуть. Это вот косяк. Сразу ставлю двойку. В четверть. Здесь у нас ничего нету. Ой, тараканчик. Тихо, осторожно. Самое главное, не упасть. Я люблю падать. Теперь нам нужно убить. Не забывайте, что он может включить шарики. Вот шарики будут неприятные. Я могу упасть в ярость. Давай, иди сюда. Вот. В чем преимущество этого прохода? То, что он позволяет вам перейти на другую сторону. Понимаете? За другом сторон перехода. Давайте пока мы уберем вот это и поставим сюда какой-нибудь самый легкий кинжальчик. Чтобы я ломал предметы, да, и чтобы при этом я не портил оружие. Потому что я хочу пройти босса с одного раза. Кроме этого, за этого босса потом нам дадут колечко, понимаете? На пальчик колечко. Здесь у нас будет сейчас тараканчик. Но я могу его порешать. Просто порешать. Я заходил уже сюда, да. В прошлый раз. О, видите? Сработало кровотечение. 67 плюс 66. Ну, я говорил, что кровотечение это полная дерьфигня. Полная дерьфигня. Поэтому не используйте никогда в истории. Вот. Это проход. Также можно... Я, по-моему, показывал вам, да? Возвращаться на другую сторону отсюда. Мы делаем так и прыгаем. Все. Хорошо. Мы здесь убивали фантома. Нам бояться нечего. Теперь, сейчас, давайте дальше. Маги. Маги у нас здесь есть. У нас здесь есть, во-первых, я вижу Человек-мутант. Мутанты-пипл. На. Он что-то мне оставил. Какой-то подарок. Радужный камень. Радостный камень. Я буду радоваться. Ладно, я шучу. Это радужный. Это реально. Я постоянно забываю сделать сильную атаку. Смотрите. Вот сильная атака. На. Запомните, что из этих жаб выпадают разные камни. Может выпасть камень яда. Камень разряда часто выпадает. Я пошутил. Ну, это вообще бесполезный юнит. Его бояться не стоит. Никогда. Чтобы от него погибнуть, надо вообще умудриться хорошо. Прям. Так, он не появляется правильно. Ну, хватит уже фигню, что его кидает. Сзади кто-то у меня подошел, да? Ммм. Засада. Хорошо. Старая схема. Это очень старая схема засады. Вот, если вы убиваете паучков с одного удара, это хорошо. Вам будет дальше легче драться с боссом, потому что там будет очень много пауков. Здесь мы уже были, помните, да? Здесь мы взяли клада пейта. Сундуки. Один деревянный сундук, смотрите. Наш я могу его обновить. А-а-а. Вы поняли идею? Здесь мы взяли 10 золотых монет. Я могу это кинуть в костер уголь вражды. И опять появится 10 монет. То есть вы можете обузить здесь монеты. По 10 штук. Самый лучший обуз монет в игре. Отсюда мы пришли. Так, теперь нам нужно сюда вот зайти и разведать. Что у нас здесь есть? Это локация очень маленькая. Ничего страшного здесь такого нету. Ой, блин. Ну, переключай оружие. Что же ты так делаешь, человек? Вот. Ломаем все стулья. Ничего не сохраняем. Так. Здесь, по-моему, ни одной секретной двери нету вообще. Можно сюда вот забраться. Вот видите, я забрался сюда вот. Эти статуи стоят у таких этих... Жаб, да? Которые дышат с фигней, которые превращаются в татуи. Ну, все вроде, да? По-моему, все. О-о-о. Стоп, стоп, стоп. Так, подождите. Что-то знакомое место. Нет, надо все забрать, чтобы я уже поставил галочку в официальных документах. Территория зачищена. Мне из-за этого платят деньги, понимаете? На той стороне подъем. А-а-а, подождите. Давайте так мы и сделаем, да? Просто мы перешли на ту сторону понизу. Но можно перейти поверху. Прям от нашего костра спокойно можно перейти. Все, гоу-гоу-гоу. Все равно мы успеем в любом случае в этом выпуске. Да, всего лишь 17 минут прошло. Мы успеем убить босса. И где-то здесь должен быть выход, нет? Вот он, выход. Вот. Вот. Ну, ладно. Сделаем по-другому. Хорошо. Вау! Ой, блин. Нет, мы не сделали. У нас костер обновится. Тогда ладно. Все, идем на босса. Я потом с его зайду. Надо было, получается, с другого костра начинать. У первого нашего костра. Ну, второй по счету. Где после босса нежити, да? Которые были маги. Вот там можно все это сделать. Потому что там костер выше. Вы видите, трупы ходящие. Стой, убью. Так, у меня есть камушки маленькие? Нет, камушки маленькие. Ну, давайте скушаем большой. Потому что с банкой гораздо удобнее играть против боссов. Гораздо удобнее. Сейчас будет такая ловушка. Ну, вот вы видите, да? Ну, пожалуйста. Пощадите меня. Пожалуйста, не убивайте. Не убивайте меня, пожалуйста. Сюда входить я не рекомендую. Кстати, что-то очень мало надписей. Может быть, у меня вылетела, подождите, сетевая игра? Очень мало надписей. Подождите, сейчас. Странно. Хотя они нам не нужны вообще нафиг. Мы просто идем проходить дальше. Давайте сделаем вот так. Ой, не вот так. Не вот так. Не вот так. А, все правильно. Вот, вот. И, ну, поехали. Эх, вау, ухнем. Эу, ухнем. Все. Покосили. Здесь дверь. Ну-ка, подождите. Она вроде не открывается, да? А вот я не помню, почему. Так, подожди, сейчас она подумает. Во-первых, давайте сначала очистим территорию. Вот они, надписи появились, хорошо. Здесь есть некрасивый человек. Очень неприятное общество. Вот он. О, видели, я первый раз ударил, да? Ой, как больно моему оружию. Блин, да. Хорошо, тогда мы сделаем так. Так, давайте пока мы заменим этот меч, потом я его починю. Возьмем другой. Нам нужно убивать босса с помощью нормального меча. А вот я не помню, кстати, что здесь за дверь. Здесь у нас есть плюшка. Душа героя заперта, да? Так, ключик. Ага. Интересная местность, интересная. Так, сейчас быстренько я пробегусь. Быстренько, 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 быстренько. Прочекаю стеньки. Что-то интуиция мне говорит, что здесь что-то есть интересное. Так, как же нам открыть дверь-то? Тут у нас пустая комната, по идее. Вот, да. Здесь ничего прохода нету дальше. Косточка возвращения, да хорошо. Так, надо будет запомнить про эту фигню. Вот реально. Что-то я вообще даже не помню, что здесь надо делать. Заперто. Когда заперто, да, знаешь, вам нужен или ключ, или сломать дверь руками. Но эта дверь, она не ломается руками. Хорошо. Делаем вот это так. Вернем наше оружие, потому что оно нужно уже здесь. Во, сабля Мэллу. Это дал мне. А, помните, да? Которую лестницу ставит. Делаем так. И вот так. Так, теперь нам нужно пройти эту область. Ну, легче всего сделать таким образом. Просто спуститься, да, а потом уже зачистить территорию. Это вот мой вам совет. Давайте так и сделаем, да. Сначала мы спускаемся вниз. То есть я делаю вот так. И вот так делаю. Самый лучший область, это вариант, как проходить эту миссию. Бежим сюда вот. Влазит паук, но мы его не трогаем. Мы спускаемся сюда. Смотрим. Сюда вот. Прямо должны на нее попасть. Окей. И вот на эту вот. Все. Мы в самом низу, получается. Видите? Здесь радужа сейчас будет вызов. Вот он, вызов. Вызываем. Что фантом, он тоже нам нужен. Ох ты, подождите. Стоп. Она хочет меня убить. Все. Нам нужно в первую очередь убивать. Ох ты, хорошо. Ох, какое мясо. Какой же я злой-то. Вы видите, сколько трупов. До этого, когда я играл первый раз, да, у меня было оружие послабее. И у нас была проблема с тараканами с этим. Ох, какая проблема была. Мы сделаем так. Мы пройдем босса, и потом я вернусь уже здесь все зафармлю. Так будет лучше всего. Я зажгу факел и спокойно всех убью. Не важно, что она укусила. Это я, в принципе, был готов. Потому что в любом случае мне нужно юзать хилку сейчас. Чтобы пойти на босса. Все, переключаемся на банки. Почему банки? Да, потому что, видите, можно сразу несколько банок юзать. Я вам говорил, да. То есть можно очень быстро восстановить хп. Когда же мне использовать баф-то? Я уже говорил, помните, когда мы смотрим ролик, баф идет. То есть за это время, за время ролика баф быстро проходит и спадает потом. Давайте все равно сделаем так. И пойдем. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. А, да, я же молчу. А где баф? Извините. А где баф на моем оружии? Кстати, что же это такое, да? А это дракон, господа. Видите? Это был дракон, на котором лазит паук. Я потом покажу. Очень красиво сделали. Молодцы. Скажу так, что босс, в принципе, не самый легкий, конечно же. Далеко не самый легкий. Сейчас будет в начале проблема с пауками. Лучше всего убивайте пауков. Они очень сильно замедляют. Очень сильно. Так, выносливость. У них такой баф, да? Все. Сразу бежим и бьем с другой стороны. Бить нужно только лицо, запомните. Ох ты, молодец-то. Я что-то как-то даже, не знаю, не успел среагировать. Бьем. Видите, он пока отвлекает. Мы бьем это лицо. Только лицо. Все остальное у него броня. Так, аккуратно. Опа. Оторожно. Так, хорошо. Пока он плюнул мне в личика. Я зачарую свое оружие. Сейчас она его ударит хорошенечко и вернется обратно. Давай, возвращайся. Опа. Опа. Что, больно тебе, да? Я слышал, это больно. Видите, я еще замедляюсь очень сильно. Ну все, я, короче, ее убил. Изи. Любого босса могу убить. Смотрите, я не могу пробить немножко. Подождите, стоп. Тогда же я тебя убью. Сдохни уже. Голову отрубил, смотрите. Хе-хе-хе. Нормально. Прыгай туда, давай, ныряй. Все. Заметьте, господа. Настолько идеально прокачались, что мы всех боссов уже убиваем с первого раза. В прошлый раз трех боссов с первого раза, да? И сейчас. Босс не самый сложный, но он говорит, что он сложнее многих, которых мы видели боссов. Смотрите, голова осталась. У-у-у-у. Пойдемте, отдадим детям эту голову. Пускай они ее едят. Футбол. Футбол, футбол, футбол. Россия. 0,6. Гол, гол, гол. Пу-у-у-у. Реперс голову отрубил. Она никогда меня не отрубалась. Не знаю, почему уж я не замечал просто. Ну-ка, давайте мы рассмотрим по пикселям. Это очень важно. Я хочу видеть все досконально. Нет, не то, не то, не то. Вот так вот. Так. Ну вот я вижу, полигонов мало. Вот так она кусается. Мгм. Хорошо. Вот у нее глаза. Видите, много глаз. Много глаз. Ой. Здесь три глаза. Четыре. И с другой стороны четыре. Восемь глаз. Офигеть. Не, реально, в этой игре можно было сделать футбольную команду. Смотрите, бегаем так и получив голову кинаем. Ладно, все, хватит, короче, баловаться. Шутки шутками. А мы серьезные люди. Так, все, переключаемся. У меня нормально с прыжком? Нормально с прыжком. Что же будет дальше? Смотрите. Заметьте, что из всех, да, выпадала душа великая. Но почему же не выпала из нее душа великая? А вот почему. Потому что это душа не ее. Это душа дракона, господа. Смотрите, какая красота. Когда я смотрел первый раз, да и так кайфовал. Это же сделай вот так. Посмотрите, какая красота. Настоящий дракон, весь рост. Видите, пауки его просто съели. И вот его красная душа. Великая душа. Потом, или сейчас, или потом, появится здесь кристалл, который позволит нам входить в воспоминания. Но в эти воспоминания мы сейчас не сможем входить. Это будет уже ближе к концу игры. Вот почему они не сделали приближение? Я не понимаю. Почему нельзя больше приблизить? Ну, хотя, с другой стороны, да, бинокли, вроде, они не должны приближать. Это такой прицел. Фиг его знает. Ну, ладно. Все, мы свою задачу сделали. Давайте я что-то быстренько соберу. Так, сейчас я соберу все плюшечки. Оружие, в принципе, нам... Ну, давайте возьмем тогда маленькие ножички и сделаем вот так. Больше всего в играх я люблю свет. Терпеть не могу темные игры, потому что, в первую очередь, темно. Ты напрягаешься. Ничего не видно. А вот так, хорошо все видно. Прямо рассматриваешь. Так, это то же самое гола. Я думаю, там еще одна гола появилась. Заметьте, когда мы идем по полу тени, да, видите, очень сильно замедляемся. Кстати, мы, скорее всего, не сможем попасть в самый верх, да. Здесь, наверное, подъема нету наверх. Ну, попробуем. Вау. Нормально. Ага. Вот я сюда спущусь. Отсюда я уже потом не вылезу, смотрите. Блин, я сюда еще не спущусь. Давай же. Я же убил паука. Ну, давай. Что-то не можешь залезть, что-ли, в щелку? Какой же ты убогий, а. Нет, не может. Ладно. Потом придется идти в следующий раз и забирать. Я говорю, что, видите, спуститься вы можете, да, а подняться нет. Что у нас будет дальше, я вот не помню. О, а-а-а, да-да-да. Это у нас лорд. Кстати, здесь еще будет еще один интересный враг, кроме этого. Я вспомнил. Помните, мы встречали мужика отрубленную голову, да? Ну, это не мужик, это голова. Это не совсем мужик. Сейчас мы будем драться с его телом, как ни странно. Сначала мы убьем этого. Его убить очень легко. У него очень мало хп. Помните, дверька была, да? Вот и ключик от этой двери. Еще одна ветка была. У меня уже четыре ветки. Кварцевое кольцо. Здесь никаких плюшек нету. Знаешь, я потом сделаю так, уже сам. А может, не сам, я вам покажу. Я открою ту дверь, и как раз я беру плюшки. Вот. Но сначала мы не зачаруем оружие. Потому что мне нечем зачаровывать. Ну, давай подеремся, попробуем. Окей, ладно. Ты неприятно бьешь, я согласен. У него так много ударов. А если я делаю вот так, вот так и вот так. А, ну, ему повезло, да, что, опять же, Вот единственный маленький минус этого оружия Это узкие помещения. Вы видите, да, когда я бью, Оружие просто в стенках застревает и не дамажит. Все, то есть, тот мужик дал нам шлем Венгарова. У нас теперь есть доспех, перчатки и сапоги. То есть, полный сет. Но, вы удивитесь, он мне не нужен. Тогда сделаем так. Сейчас тогда я перемотаю до того момента, где была дверь. Хорошо? Так, ну, в принципе, вот, я рядом уже. Эм, что, будет засада, нет? Мужики, где засада? Команда засада. О, он, видите, идет по этим, по колючкам. Так, пока сзади еще никто не идет, да? Сколько у вас много-то? Пошел вон отсюда. Уйди от меня. Так, радужный камень. Все, он решил уйти. Давайте сейчас убьем всех по лучку. Лучше делать так. То есть, агрим по лучку, отходим сюда вот, чтобы сужало пространство, да? И чтобы я больше сразу захвачивал. Сразу троих. Вот таким вот образом. Это называется косить трупаки, понимаете? Это миллиарды трупов косить. Ну, как я хочу пробовать, я со спины его пробить. Хо! А, я думаю, уже получилось, нет? Ну, ладно. Все. Зачем мы сюда пришли? За этим вот. Честно, я не помню эту дверь. Я не открывал ее, скорее всего, в прошлый раз. Как-то немного подозрительно, мне кажется, нет? Хотя у нас есть кольцо, мы никогда ничего не боимся. Ага. А-а-а. Давайте опять соберем всех в одну кучу, что ли. Сразу сколько? Минус четыре, да? Смотри, заметьте, у них еще, по-моему, разные наконечники. Видите? У кого-то зеленый, у кого-то оранжевый. Или мне показалось? Так. Ну, еще одного. Ну, это было предсказуемо. Сами видели, да? Ну, конечно, когда столько дыр. Хорошо. А здесь у нас сундучок. Да? Угу. Давайте прочекаем стеночку. А, смотрите. А-а-а. Ух ты. Ничтожество, а. Парень без смекалки. Он зашел, сразу две двери открыл, начал доставать сундук, и на него напали пауки и убили. Нет. Надо сначала все посмотреть. Так, это я, кстати, не видел. Огненная семья. Семья огненная. Ну, ничего хорошего, короче. Двухручный меч. Но все равно, самое главное, я говорю, да, чтобы мы нашли все плюшки. Все, здесь я уже все сделал. Давайте тогда быстренько пробежимся, где тараканчики соберем. Быстренько, быстренько. Сделаем тогда вот так. И, само собой, сделаем вот так. Я буду человек огонь. Я раздаю свет в этом темном мире. И let's go, let's go, let's go. Потом я заюзаю косточку. У меня их много. Тараканчик. Теперь мы, конечно же, убиваем. Чтобы он мне не мешал. Так, вот у нас плюшка. Ну, здесь, само собой, не будет ничего такого прям супер-секретного. Ладно, окей. Вот, ключ камень Фараса. Это того стоило. Хотя у нас их много, но в любом случае, когда-нибудь я их истрячу все на одну локацию, где двери Фараса, я там все активирую. А смысл таскать с собой всю жизнь? Ой. Вот мы перешли на другую сторону как раз. Ааа, здесь, наверное, нельзя, да, сделать? Блин. Ну все, это мы уже, наверное, не возьмем. Надо бы по-другому прыгать. Ну, а здесь, само собой, по логике мы не пройдем. Ну ладно, все. Там ничего интересного не осталось. Потом, может быть, я еще приду и возьму. У нас есть дела поважнее. Так, все, убили мы босса, теперь мы сделаем следующее. Сейчас мы пойдем за полезным колечком. Вот видите, фигула без одной руки. Не люблю. Лох! Все, здесь мы локацию полностью зачистили. Ничего интересного не осталось. Мы сейчас ходим кое-куда вот сюда. Вот сюда вот. Нам нужно навестить Скорпиона. Зачем? Потому что после убийства паука он даст нам хорошее колечко. Это колечко будет отправным пунктом в Супер Лейд. Так, Скорпион у нас с этой стороны, да? Так, ну давайте тогда сейчас мы сделаем минус 3. Ух ты! Ну нифига! Что-то ему все равно как-то. Я одной рукой что ли бил? Понятно. А, да. Одной рукой, видимо, бил. Помогите, помогите! Блин, мне зажали. Осторожно! Не умирай! Погоди! Я обиделся! Так, ладно. Ну, нормально, да. Просто с одной руки, видите? Офигеть, смотрите. Я, наверное, в щит упадаю просто. Что такой дерзкий? На! Ух ты, это проказ был. Это вот неплохо, неплохо мог меня убить. Заметьте, они еще какую-то порчу накладывают, да? Это кто такой вообще? Почему я его не могу убить? Это какой-то босс или что? Нифига себе! Он дефил все мои атаки. Все, прыжок сделает, да? Молодец, прокляли наконец-то. Ладно, пофиг. Ничего страшного не произошло. Поэтому теперь мы спокойно бежим и не ломаем ничего. Раз прокляли уже, то без разницы насколько. Окей, еще знаете, что попробуем сделать? Попробуем еще глянуть на тот дом. Помните, где картограф? Мне кажется, что у него ящик обновляется после каждого великого босса. Мы убили великого. Так, мы сейчас делаем вот так вот. Это кольцо мы заменим новым кольцом. Но пока мы сделаем вот так. Господин, то есть видите, паук это был господин его. Второе кольцо. Офигеть. То есть не первое, а уже второе. Это очень хорошо. Потом мы найдем третье кольцо. Это кольцо, в чем его плюс, да? Он очень хорошо. Не просто очень хорошо, а он увеличивает у нас... Давайте мы сейчас откроем и прочитаем даже. Увеличивает здоровье, выносливость и максимальную нагрузку. Это опять плюс. То есть мы, грубо говоря, сможем не прокачивать ФЗЧ. О, они одинаково увеличивают. Смотрите, и это 86, и это. То есть он увеличивает, получается, нам на 7 килограмм. Ну, почти на 8 килограмм. А 8 килограмм, поверьте, это решаемо, очень решаемо. Это примерно 4 левиа не качать. Ну, а на суть в другом, да? Давайте тогда посмотрим, сколько у нас ХП. Давайте я даже запишу. Ну, столько мало ХП. 13396. 1400, но это мало. Должно быть 2000 хотя бы. Ну, ладно. Потом 120, и максимальный груз 79. Это кольцо увеличивает в процентном соотношении. По-моему, первое кольцо, ммм, кольцо, первое кольцо дракона, оно называется. Там, скорее всего, 3,5% все показатели. Или почти все. Второе кольцо, по-моему, 5%, да? Почти, или все, или почти все показатели. И третье кольцо, 7,5%. То есть мы вот видим, да? Во-первых, у нас ХП стало на 50 больше. Это хорошо. Выносливость тоже хорошо стала на 12 больше. И груз стало на 8 больше. Ну, вот хорошо. То есть, далее, когда мы будем увеличивать здоровье и выносливость, они будут еще больше становиться благодаря кольцу. Это вот очень хорошо. И, само собой, самое лучшее кольцо, это вот кольцо, третье кольцо дракона. Его убивать смысла нету. Когда вы убиваете его, ммм, первый раз. Так, а что он мне дал первый раз? А, если вы убьете его первый раз, он даст вам, ветку Б-логу. Если у вас уже есть ветка, да? Вы убиваете его, это, потом уже, после босса, например. Он даст вам это кольцо. Но когда он уже дал вам и ветку, и кольцо, он уже ничего не даст абсолютно. Поэтому мы с ним прощаемся и уходим. Хорошо. То есть, у нас выносливости стало еще больше на 12. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Здесь нам больше делать нечего. Локация полностью зачищена. Так, что же мы сделаем дальше? Мы можем сейчас пойти в сторону... Хорошо. Пойдем в сторону зачистки еще одной локации, которую мы не до конца зачистили. Роща охотников. Охотника. Там нам нужно будет убить второго босса. И потом мы пойдем в новую интересную локацию. И все. И скоро у нас будет уже конец. Почти скоро. 78 тысяч. Хорошо. Так, где я? Дайте мне сориентироваться. Нам нужно сейчас пройти сюда вот. Там будет у нас скелет. Кстати, возможно, мы далеко слишком сделали респаун. Давайте тогда перейдем. Перейдем в другое место. Блин, не туда. Я вот думаю, какой уже лучше баф взять? Огонь? Да, огонь. Лучше всего мы пойдем... А где это у нас? Вот сюда вот. Босс не совсем сложный. Он, в принципе, интересный. Я покажу вам разные варианты, как можно его убить. Все, let's go. Кстати, ту плюшку можно взять с помощью как раз этого босса. То есть, там есть мост. О, лестница есть, я про нее забыл. А нам не нужна лестница, по-моему, да? Что я запутался. Вот, да, не нужна. Там какой-то человек, где босс, там будет проходить через лестницу. И вот там уже будет слезть. И взять плюшки. Кстати, я сейчас полу, это не очень хорошо. Мы половину карты зачистили. Вот он светится аж. Нам осталась еще одна половина. О, путш. Видите, он бьет по два раза всегда. И я тоже два раза бью. Давай. Вот. Тогда, видите, мы шли в бой, это вон там, вот, через верх. Нам нужно идти сюда, вот, чтобы попасть к другому боссу. Там будет еще ковенант. Ну, этот ковенант я, наверное, выступать не буду. Тем более, этот ковенант, он нужен для пвпшников, да? А при том, что у меня плохо все с пингом, то смысла нет. Так, хорошо. Вот, неприятный юнит, вы видели, да? Давайте сделаем так. Не хочу я бегать мутантом. Угу, вот у нас все это вкусненькое лежит. Опа. Шипастый кнут. Это обычный кнут, ничего в нем интересного нет. Кстати, нам нужно, наверное, оружие сохранить. А, в принципе, мы уже пришли, что ли? Да, мы уже почти пришли. Сейчас будет много этих врагов неприятных. Вот они стоят. Не много? Четыре штуки получается. Поэтому лучше сразу не бежать. А лучше попробовать сделать вот так. Ах ты. Ну, видите, да? Молодец. Беспроказ сделал. Красавчик. Ох, молодец. Давайте похлопаем ему. Ну, молодец. Заслуживает награду. Угу. Я опять здесь. Это было мгновение для вас. Но я уже опять здесь. Ну, давайте, что ж. Опять убивайте меня. Неприятный персонаж. Неприятный. Просто, видите, я его убиваю легко, да? Но если он вас зацепит, он начнет прям пилить, пилить. Кстати, вот этот вот, он помыль салибарды или чем-то типа такого, да? А этот, видите, с кнутом. У них, кстати, оружие у всех зачарованное на яд. Ой, на яд, что я несу. На тьму. Видите, они несложные для меня. Самое главное вовремя сделать. Вот, да? Нормально. Самое главное, видите, что я поймал его, что не он меня поймал. Да иди ж ты. Мы видели, да? Он взял меня, отшлёпал. Он отшлёпал. Так что, мы решили, что ли, ещё одного босса? Ну, давайте, ладно, лучше. У нас время ещё есть немножечко. Давайте ещё одного босса пройдём. Ладно. Я перематываю. Так, ну всё, опять их унизим. В принципе, и не сложно. Ничего в этом сложного нет. Главное, я говорю, привыкать к каждому врагу. Я вот думаю, опять падаем вниз, или всё-таки пройти надо аккуратно? Может, значит, видите, записывать и болтать, 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 болтать. Сейчас будет фантом, да? Да, фантом. Выходи на бой. Убей меня. Убей меня, сказал. Четыре удара хватает. Видите, что такое значит кольцо дракона? Чуете, да? Четыре удара. Раньше у меня не было четыре удара. Блин, какое-то неприятное имя. Я сейчас, наверное, опять упаду. Так, здесь, видите, очищенный костяной прах. Всё. По идее, это последний прах, который нам нужен. Хорошо, всё. Вроде здесь больше ничего нету. Фух. Ну что ж. Впереди у нас босс. Здесь вроде секретов нету, да? Нету. Обычные стенки, да, с такими полосками, они не имеют секретов, да? Только сплошные стены. Хорошо, я вам покажу, как можно пройти босса. Какие варианты. Сначала мы сделаем вот так. Сначала мы смотрим мульти, как всегда. Не надо, не надо. Всё, сейчас, в первую очередь, что нужно сделать, да? Даже не то, что убивать скелетов. Вон, бежит. Давайте отойдём. Видите, я могу ставить блок, не забывайте. В первую очередь, нужно убить эту мразь. Она восхищает скелетов. Блин, ну давай, бей. Поднимаем предмет. Чёрная мантия полого мага. Потом бежим дальше. Там ещё один такой есть. Это очень важно. Не забывайте, что мы можем блочить атаки также и своим оружием. Видите, убивать смысла мало, да? Потому что они будут все воскрешаться постоянно. Тем более, мы можем потом массово убить их. И всё, пару ударов. Вот она, красота. Да, 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 да. Всё, всё, вы сдохли. Ставлю блок. О, меня немного задело этим копьём. Не копьём, а колесом. Ну и всё, в принципе. Дальше, смотрите, всё изи. Так. Есть два варианта, да? Первый вариант. Я могу дёрнуть за рычаг, закроется дверь, лошадь врежется. И будем мы с ней драться. Но можно ещё по-другому. Можно с помощью магии, есть такая магия, пиромантия, можно кидать отраву. Просто кидаете шар, лошадь пробегает. Короче, у лошади огромная уязвимость к отраве. Собственно, это мы и сделаем. Видите, скелетов больше нет, мы спокойно можем стоять. Да, блин, тормози, тормози, что-то. Так, ещё раз, давай. Надо попасть на четыре раза. Нет, подождите, что-то он как-то плохо стреляет. Так, сейчас, ещё два раза надо. Это да, это не самый быстрый способ, конечно же. Но самый оптимальный. Всё пробило? Сейчас пробьёт. Сейчас точно пробьёт. А, всё пробило, по-моему, да, уже? Сейчас ещё раз, давай. Во, всё пробило, смотрите. И вот такими темпами абсолютно спокойно, ничем не рискуя, мы стоим и фармим, фармим, фармим. Или можно сделать, даже будет немного по-другому. То есть, сейчас мы ещё раз продамажим, да, а потом я с руки добью, да, и всё. То есть, мы сделаем и такой способ, и такой. Видите, когда я стреляю наперёд, я тоже попадаю. Увидеть, что я попадаю, можно вот внизу, где полоса жизни, там появляется хп, сколько я отнял. Блин, ну... Ой. Бывает, у меня почему-то так сильно тупит, но ладно, ничего страшного. Всё, сейчас мы ещё раз так сделаем. А потом добьём ручками, и всё, и проблем не будет. Так, ещё один круг. Ещё раз. Ну, быстрее было, конечно, бы опустить, да, уже. Всё, пробило. Та-та-рам-та-ра-тарай, тара-ра-рай, тара-ра-ра-ра-рай. Дальше ручками. Я надеюсь, что она меня не убьёт, если я буду ручками, да? Ну, ручками сложнее, не забывайте. Что, хочет что-то сделать плохое. Да, да. Опа, опа, и всё. Вот такие вот пироги. Победа, 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 да. Душа колесницы. Колесницы. Душа колесницы. И сейчас спокойно идём, поднимаем плюшечки, которые мы пропустили. То есть, например, если вам сложно пройти этого героя, этого босса, если вам сложно пройти этого босса, то вы можете, как я, использовать яд, да? Стрелять из яда. Или можно, например, за пиромантию есть такая способность, да, отравляющего облака. Можно его кидать, чтобы лошадь туда забегала. Или можно просто тупо сразу же пойти, убить двоих магов, которые призывают скелетов, и сразу сжать на рычаг, а потом уже в рукопашку просто убивать лошадь. Всё, по-своё дело. Сделали у нас 100 тысяч душ. В принципе, нормально. Немного, но нормально. Надо будет апать левел обязательно. Надо будет уже апать силу до 40, обязательно. Так, ну всё. Ну, конечно, мы ещё раздёрнем. Нет, ещё раздёрнуть нельзя. Аккуратненько смотрим, чтобы я не упал, опять не набернулся какой-нибудь низ головой. Всё. Изи. Ещё один босс. У нас теперь в выпуске по 2-3 босса каждый раз. И вот здесь у нас находится Ковенант Братья Крови. The Bride of Kroi. Вот они здесь пвп шатся, да, подходят и идут на пвп. Я даже, наверное, потом убью этого НПС, может быть, в самом конце, потому что, в принципе, он нам не нужен абсолютно. Из него, по-моему, что хорошее выпадает. Смотрите, лица нету, да? Ну и всё. С этим НПС говорить смысла нету никакого, потому что там просто тупо только Ковенант и всё. Больше он ничего умного не скажет. Толку от него нет. Самое главное, всё, ещё одна территория зачищена полностью. А уже в следующем выпуске мы пойдём в новый замок. Да. И будем там делать нагибэ. Но пока я с вами попрощаюсь до следующего выпуска. Пока.